Здравствуйте! Вы смотрите новости. В студии Наталья Косых. Вот главная тема выпуска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Агентство окружающей среды напоминает жителям республики о действующем запрете на сжигание мусора и сухой растительности. Я лично собираю то, что есть в огороде, в кучу, выкапываю небольшую яму, складываю туда и засыпаю, образуется своеобразное удобрение. Какую альтернативу палу сухой травы предлагают владельцам частных домохозяйств? Расскажем через несколько минут. Более чем 39 миллионов долларов перечислила в Молдову за последние два месяца группировка под руководством Илона Шора. Цифры представил глава геноспектрата полиции Виарил Чернаутяну, добавив, что деньги предназначались для подкупа избирателей. Глава геноспектрата полиции также подчеркнул, что транзакции проводились в основном через приложение российского Промсвязьбанка. По заявлениям Виарила Чернаутяну, пользоваться приложением Промсвязьбанка, через которое и выводились деньги, бенефицаров обучали в Телеграм-канале. Только в октябре правоохранители выявили и пресекли 97 подобных групп, завербованных Шором. Через эту платформу осуществлялся обмен данными. Проведено более миллиона четырехсот тысяч транзакций от Промсвязьбанка. И только в системе телефонных операторов и следственных мероприятий значат 138 тысяч 448 уникальных номеров зарегистрированных пользователей, которые контактировали из Молдовы с банком ПСБ. Каждый человек получил переводы в зависимости от своей роли. Если мы говорим об этих 138 тысячах уникальных номеров, это на самом деле не означает, что было столько людей. С этого номера или этого контактного лица, с его счета осуществлялись переводы для второго, третьего участника. Как выяснилось, всего за два месяца группировка под руководством беглого политика Илона Шора перевела из Российской Федерации в Молдову 39 миллионов долларов, предназначенных для подкупа избирателей и влияния на результаты выборов. Предполагаемой формой был массовый подкуп электората, и в результате этого они должны были получить другие компенсации в зависимости от показателей или исследования задачам, поставленным преступной группой Шора по подкупу электората. За сентябрь был задокументирован перевод этим лицам примерно 15 миллионов долларов. На данный момент, как документально подтверждено, речь идет о 39 миллионах долларов. Итак, в октябре видим самый большой рост. Речь фактически идет о переводе более 24 миллионов долларов целью подкупа избирателей. Черноуцяна уточнил, что помимо переводов через Российский банк подкуп избирателей осуществляется и другими методами, в том числе и через так называемых курьеров. Более того, активисты группировки Шора начали получать вознаграждение за коррупционные действия, проведенные в день выборов. Более того, активисты группировки Шора начали получать вознаграждение за коррупционные действия, проведенные в день выборов. Накануне на севере страны прошли обыски, в ходе которых было изъято около 175 тысяч леев, которые должны были раздать в 19 населенных пунктах. Координатор этой схемы был задержан на 72 часа. Деньги, которые вы получите, не покроют штрафы. По уголовному делу речь идет о штрафе до 55 тысяч леев или лишении свободы на срок до 3 лет, либо в случаях правонарушения штраф до 37 тысяч леев. Хочу отметить, что на данный момент установлено и проверено уже более 520 человек. В ближайшее время число участников процесса проверки увеличится. Вот почему мы призываем граждан проявлять мудрость и сотрудничать с правоохранительными органами и анализировать риски. Напомним, что Национальный центр по борьбе с коррупцией объявил в среду, что наложил штрафы примерно на миллион леев за коррупцию на выборах. Илон Шорни стал комментировать обвинения правоохранителей, а нашей редакции не удалось с ним связаться, поскольку он находится за рубежом. Центр избиркома пустил в печать бюллетени для голосования во втором туре президентских выборов, которые впоследствии отправят за рубеж. Согласно утвержденному образцу, под первым номером будет указан действующий президент Майя Сандо. Соответственно, вторым значится экс-генпрокурор Александр Стояногла. Всего для избирательных участков, которые будут открыты за пределами республики, напечатают почти 840 тысяч бюллетеней. По итогам президентских выборов, прошедших в нашей республике 20 октября, ни одному из кандидатов на высший государственный пост не удалось набрать больше половины голосов избирателей. Следовательно, был назначен второй тур голосования, который состоится 3 ноября. 3 ноября 2024 года состоится второй тур выборов президента республики Молдова, в который прошли первые кандидаты в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре. В бюллетень для второго тура голосования будут включены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Санду Майя от политической партии действий «Солидарность», получившей 656 852 голоса. Стояногла Александр выдвинут политической партии социалистов республики Молдова, набравшей 401 215 голосов. Порядок зачисления в бюллетень для голосования определяется на основе результатов, полученных по итогам первого тура выборов. Так, Майя Санду будет указана под номером один. Вторым будет значиться Александр Стояногла. Центр сберком уже пустил в печать бюллетеней, которые предназначены для участков, расположенных за рубежом. Сегодня начинаем с печати бюллетеней, которые отправятся на участки за рубеж, тиражом примерно 839 тысяч. Из них 768 тысяч напечатают на румынском языке и порядка 70 тысяч на русском. Еще 500, как и в первом туре, будут напечатаны на гагаузском. Большую часть бюллетеней свыше 241 тысячи отпечатают и отправят на участки, которые откроют в Италии. Далее следуют избирательные представительства Германии, куда отправят 135 тысяч бюллетеней, и Франция, где избирателям предложат 94 тысячи 200 бюллетеней. Меньше всего 300 избирательных листов напечатают и отправят в Японию, 400 в Китай, в Латвию и Объединенные Арабские Эмираты доставят по 500 бюллетеней для голосования. По данным Центра Сбиркома, печать одного бюллетеня обойдется в 35 банов. Общая стоимость тиража, предназначенного для участков, которые будут открыты за рубежом, составит примерно 291 тысячу леев. Число избирательных участков за пределами страны во втором туре президентских выборов останется неизменным. В Российской Федерации по-прежнему будут работать два избирательных участка, оба в Москве, несмотря на критику со стороны ряда политических сил. Как утверждает министр иностранных дел Михаил Попшой, отправленные в эту страну 10 тысяч бюллетеней для первого тура выборов 20 октября не были использованы в полном объеме. Даже при условии, что график работы избирательных участков продлили на два часа. Согласно информации Центра Сбиркома, для второго тура президентских выборов за границей будет открыт 231 избирательный участок. После первого тура политические силы нашей страны и некоторые СМИ писали о необходимости открыть больше участков для голосования в Российской Федерации. По данным источников, наши соотечественники, проживающие в этой стране, не смогли проголосовать из-за недостаточного количества бюллетеней. С этим не согласен министр иностранных дел Михаил Попшой. Действительно, были некоторые нарушения, но, несмотря на эти попытки, даже те 10 тысяч бюллетеней, которые были направлены туда, не были использованы, хотя мы предоставили еще два дополнительных часа. Так что это миф о том, что в будущем может не хватить бюллетеней. Мы подведем итоги всех нарушений, независимо от того, произошло ли это за пределами или внутри страны, а соответствующие органы примут меры. Поэтому открывать новые участки в России молдавский МИД не намерен. Глава нашей дипломатии говорит, что таков закон, а молдавские власти не могут обеспечить безопасность голосования и беспрепятственное проведение выборов за пределами территории нашего посольства в Москве. Количество избирательных участков не может быть изменено, потому что было бы юридически неправильно произвести между двумя турами. В день выборов 20 октября СМИ сообщили об огромных очередях, которые сформировались на двух участках для голосования, открытых на всю Россию. Министерство иностранных дел Молдовы настаивает, что они были созданы искусственно за счет подвоза избирателей. Партия коммунистов Республики Молдова намерена оспорить результаты голосования за рубежом, в том числе на том основании, что избиратели в Российской Федерации не были поставлены в равные условия с молдаванами, проживающими в западных странах. Центральная избирательная комиссия попросила политические силы воздержаться от подобных заявлений до подведения окончательных итогов голосования. После выборов могут последовать отставки в правительстве. На это по меньшей мере намекает председатель партии действий «Солидарность» Игорь Гроссум. В эфире телевизионной программы чиновник признал, что голос граждан, выраженный 20 октября, в том числе реакция на допущенные его командой промахи. Так же, как и действующая глава государства, лидер партии действий «Солидарность» Игорь Гроссум полагает, что нынешней власти, сформированной из представителей политформирования, которым он руководит, предстоит еще много работы по части юстиции. У избирателей были большие ожидания в этой связи, особенно, видимо, недоработки в процессе внедрения реформ, полагает лидер ПДС. Игорь Гроссум также дал понять, что результат голосования 20 октября стал ответом избирателей на это затягивание. Любая реформа или начинание предполагают определенный риск. Самая сложная – реформа юстиции. Этим объясняется и скорость реагирования. Мы обещаем вам и обязаны это сделать, и не ради собственного выживания. Мы сделаем с холодным умом и с точки зрения изменений, подходов и человеческих ресурсов. Некоторые люди хороши в определенных условиях, которые могут справиться с давлением, а могут и не справиться. Есть люди для мирного времени, которые являются хорошими аналитиками, стратегами, которые хороши в публичной политике. А есть хорошие люди во время кризиса. В первом вопросе, на фоне вышеизложенного, Означает ли это, что последуют отставки в правительстве, Игорь Гроссу пообещал ответить после второго тура президентских выборов, который состоится 3 ноября. Давайте мы с успехом и с Божьей помощью пройдем через этот процесс и вернемся к этому объясним. Ничего не утверждено. Очевидно, что ситуация меняется, и нам нужно отвечать новыми подходами и новыми людьми. Напомним, конституционный референдум минувшего воскресенья прошел с перевесом всего в 1%. По итогам плебицита по вопросу о вступлении республики в Евросоюз, почти 50,5% избирателей-участников ответили положительно и выбрали вариант «за». При этом без малого 49,5% выступили против дополнения текста Конституции синтагмы о евроинтеграции республики. Комментируя эти цифры, ряд отечественных и зарубежных аналитиков предположили, что часть голосов «против» не обязательно отказ избирателей поддерживать европейский курс развития, а в реальности это выражение протеста против нынешней власти. Семьи, воспитывающие детей с тяжелой формой инвалидности, в ноябре получат единовременное пособие в размере 3000 леев. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты. Алексей Бузу добавил, господдержка хватит более 5,5 тысяч человек, а начислять деньги будут по умолчанию. Это значит, что родителям не придется обращаться в нацказ соцстрахования, чтобы подать заявление или подтверждающие документы. Министерство труда и соцзащиты объявило о новом пакете помощи, разработанном при содействии партнеров по развитию и предназначенном для семей с детьми с тяжелыми формами инвалидности. Этой единовременной выплатой смогут воспользоваться 5 519 детей. Мы предоставим 3000 леев всем семьям в республике Молдову, у которых есть ребенок с тяжелой формой инвалидности. Это более 5,5 тысяч семей. Аналогичная программа у нас была и в декабре прошлого года. Благодаря реформе Рестарт мы предлагаем более хорошие, более качественные услуги. С помощью этой программы единовременного пособия мы хотим быть ближе к семьям с детьми с тяжелыми нарушениями. По словам министра труда и соцзащиты, чтобы воспользоваться этой поддержкой родителю или законному представителю ребенка, нужно будет всего лишь предъявить удостоверение личности в почтовом отделении. Пособие можно будет забрать в течение всего ноября. Кроме того, все семьи-бенефицары получат уведомление о том, как получить выплату и где. Они смогут воспользоваться этой выплатой по умолчанию. Им не нужно будет ходить с заявлениями, собирать документы. В начале ноября они могут прийти на почту с удостоверением личности и получить эту выплату. Напомним, что в декабре 2023 года семьи с детьми с тяжелыми формами инвалидности также получили единовременную выплату от правительства Молдовы и партнеров по развитию. Агентство окружающей среды напоминает жителям республики о действующем запрете на сжигание мусора и сухой растительности. За нарушение правила владельцам частных домохозяйств и фермерам грозят штрафы в размере от 10 тысяч леев до 15 тысяч. Экологи также предупреждают, пал прошлогодней травы наносит непоправимый вред здоровью человека и окружающей среде. В качестве альтернативы специалисты предлагают собирать опавшие листья и компостировать их. В частности, рекомендуется закапывать листву в глубокие ямы, ведь почва, укрытая листьями, зимой теряет меньше влаги. Агентство по охране окружающей среды выпустило предупреждение, напомнив жителям республики, что сжигание осенью листьев может навредить здоровью человека, вызвать серьезные заболевания дыхательной и нервной системой и даже привести к онкологии. Вот почему рекомендуется закапывать опавшие листья или компостировать их. Сжигание сухих листьев и других растительных остатков приводит к выбросу в воздух токсичных веществ, в том числе угарного газа, диоксинов, оксидов азота и углеводородов, которые серьезно влияют на здоровье человека и окружающую среду. Сбор и компостирование листьев – лучший способ извлечь всю пользу минералов, поскольку это гораздо более ценное природное удобрение, чем навоз. Вот почему Агентство по охране окружающей среды рекомендует компостировать листья как экологическую альтернативу. Компост помогает удерживать влагу в почве, снижает потребность ворошений, способствует переработке растительного материала и улучшает плодородие почвы, говорится в сообщении Агентства по охране окружающей среды. В большинстве молдавских сел практика сжигания сухой растительности практически ушла в прошлое. К примеру, в селе Сирец Страшенского района для большей убедительности установили информативный понос надписью «Мы» в ответе за воздух, которым дышим. Текст сопровождается изображением мешка, наполненного сожженными листьями, а дым от сжигания представляет опасность для более чем 500 домохозяйств. Сельчане признают, о вреде отпала сухой травы им известно, а потому давно отказались от этой практики. Мы больше не сжигаем ничего. Копаем яму, те, кто постарше умеют это делать. Мы кладем туда листья, они гниют, и через год у вас есть удобрения. Молодежь не очень понимает, но так и есть. Я лично собираю то, что есть в огороде, в кучу. Выкапываю небольшую ямку, складываю туда и засыпаю. Образуется своеобразное удобрение. Так мы делаем на участке, где растет виноградник. У нас в селе санитария достаточно хорошо. Я думаю, вы проходили через село и видели, что дыма не так много. Тем не менее, встречаются и нарушители правила, которые не заботятся о здоровье окружающих и экологии. Что касается листьев, то я их закапываю, и они гниют в саду, и добавляют землеудобрения. Вы еще встречаете людей, жгущих листья? Были ли подобные случаи? Да, я так не делаю. Для чего это дым? И так нечем дышать. И дым, и грязь. Специалисты подчеркивают, сжигание листьев приводит к загрязнению атмосферы воды и почвы. При сгорании одной тонны растительных остатков в воздух выделяется около 9 килограммов микрочастиц дыма, в состав которого входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелый металл и ряд канцерогенных соединений. Запал листвы. Кодекс о правонарушениях предусматривает наказание в виде штрафа от 10 тысяч до 15 тысяч леев в случае физических лиц и от 30 тысяч до 40 тысяч в случае юридических. Агентство по охране окружающей среды призывает граждан, ставших свидетелями сжигания листьев, уведомлять об этом местную администрацию, инспекцию по охране окружающей среды или звонить на единый номер экстренной службы 112. Самое долгожданное событие осени для всех ценителей красоты в Кишиневе заработала международная выставка парфюмерно-косметической продукции. Площадка объединила десятки отечественных и зарубежных производителей самых разных направлений. Здесь представлены новейшие технологии, техника и оборудование, а главное – новинки бьюти-индустрии. После ошеломительного успеха минувшей весны международная выставка «Бьюти-экспо» вернулась осенью с новыми предложениями бьюти-индустрии. Обычная и декоративная косметика, аптечное и профессиональное оборудование, а также широкий спектр парфюмерии. Как полагают организаторы, богатый ассортимент, представленный на выставке продукции, порадуют ценители здоровья, эстетики и красоты. Здесь же можно получить консультацию опытного специалиста. Гамма-бриллиант и чистый шелк – это крем, который содержит бриллиант, а также чистый шелк, заключенный в наносферы, который интенсивно увлажняет кожу, смягчая ее. Эксклюзивный ассортимент на молдавском рынке, ассортимент профессиональной французской дерматокосметической продукции с более чем 50-летним опытом работы на европейском рынке. Все наши клиенты имеют возможность протестировать нашу продукцию, начиная от сывороток, кремов, очищающих средств, моющих средств. На выставке представлены и отечественные бренды, которые выпускают косметику на основе трав. Диана Спытару – одна из создательниц таких натуральных бомбочек. У нас есть производственный отдел. В основу каждого продукта закладывается не вода, а настой, мацерат. Например, если мы говорим о шампуне против выпадения волос, то мы идем на поле, собираем там лопух, ладаник или сельдерей, полынь. Мы собираем их и сушим. Это особый процесс. Мы их настаиваем, чтобы избавиться от всей химии, потому что ее слишком много. На выставке также представлены профессиональные средства для маникюра и причесок. У нас есть самый легкий фен в мире, весом всего 290 граммов. Но у него максимальная мощность, которая позволяет очень быстро делать прически. Мы проводим тестирование на месте, чтобы клиент мог определиться, нужен ли ему этот продукт. Мы также говорим о стайлинге и утюжках. Посетительницы рады такой выставке. Здесь собран концентрат бьюти-индустрии. И, как говорят женщины, это позволяет существенно экономить время. Кроме всего прочего, на суд выставлена качественная и проверенная продукция. Сегодня я купила дерматокосметические средства для себя и для всей семьи, в частности, для маленького ребенка. Я воспользовалась хорошими скидками. Я всегда пользуюсь хорошими скидками на выставках красоты. Еще я купила себе подводку для губ, немного косметики, если речь идет о красоте. Я увидела несколько новых брендов, которых нет на рынке. Плюс ты получаешь бесплатную консультацию, тебе не нужно идти в салон или к косметологу. Легко, компактно, быстро и интересно. Обычно я пользуюсь корейской продукцией для ухода за кожей, поэтому пришла сюда. Я купила тоники и крем из SPF, потому что уже спешу домой. Мне кажется, очень интересно. У нас устраивают такие ярмарки, но больше по идее или в других сферах, а не о красоте в целом. Я считаю, что это очень здорово. Мы ищем солнцезащитные очки, потому что нужно заботиться о зрении. Не зря мы на выставке красоты. Нам нужно следить за тем, чтобы не было морщин. А морщины у нас появляются, если мы не носим очки, когда на улице солнечно. И можно воспользоваться скидками. Организация выставки хорошая. Мы рады, что получается два выпуска в год. И весной, и осенью я пытаюсь посетить. Выставка, посвященная индустрии красоты, проходит в центральном павильоне Молдыэкспо. Она будет работать до воскресенья, включительно с 10 утра до 18 вечера. Число погибших в результате теракта у здания Турецкой аэрокосмической корпорации в Анкаре возросло до 5. Еще 22 человека получили ранения. Нападение произошло минувшим вечером, пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. Однако турецкие власти считают, что за терактом стоят члены запрещенной в стране рабочей партии Курдистана. Генпрокуратура Турции начала расследование террористического акта. В опубликованных в соцсетях видеороликах запечатлен момент взрыва. На кадрах видно, как трясет здание аэрокосмической корпорации в Анкаре. Я позвонил брату, который находился внутри, и спросил его, что произошло. Он ответил, что взорвалась бомба. Затем телефон отключился. Однако на кадрах, зафиксированных камерами наружного наблюдения, корпорации видно нападавших. Вооруженные люди в черном с рюкзаками на улицах возле здания стреляют в прохожих и приближаются к нему. По данным турецких властей, исполнители мужчина и женщина ликвидированы во время перестрелки боевиков с правоохранителями. Двое террористов. Одной оказалась женщина, второй мужчина. Оба ликвидированы. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. По одной из версий, исполнителями теракта могли быть члены рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти считают террористической организацией. Также выдвигается предположение, что к теракту причастны представители одного из подразделений группировки курдской милиции на севере Сирии. Министр внутренних дел Турции объявил о начале расследования теракта, добавив, что как только следствие будет располагать неопровержимыми доказательствами, их предъявят общественности. Президент страны Раджептей Пердаган, который находился в это время в российской Казани на саммите БРИКС, отреагировал коротким сообщением, осудив нападение. Четыре человека погибли, 14 получили ранения. Я осуждаю это чудовищное террористическое нападение и желаю милосердия нашим мученикам. Осудили теракты на Западе. С заявлением выступил представитель Белого дома. Мы молимся за всех пострадавших, их семьи и, конечно, за весь народ Турции. Турецкие власти объявили, что расследуют это дело как возможный теракт. И хотя мы пока не знаем мотивов и того, кто именно за ним стоит, мы осуждаем этот акт насилия. Слова поддержки турецкому народу выразила и действующий президент Молдовы Майя Сандо. В эти трудные моменты Молдова поддерживает вас и турецкий народ. Мы решительно осуждаем терроризм во всех его формах, написала действующая глава молдавского государства на платформе ИКС. В ответ на взрыв в здании аэрокосмической корпорации в Анкаре в ночь на четверг Турция нанесла удары по объектам рабочей партии Курдистана в Сирии и Ираке. Министерство национальной обороны заявило, что операция проводится в целях предотвращения террористических атак. Это были главные события дня. О других новостях мы расскажем в наших следующих выпусках. Следите за нами также в социальных сетях. Увидимся с вами завтра. До встречи.